Здравствуйте! Дорогие мои друзья, рада вас приветствовать на моем канале. Но сегодня хочу что-нибудь такое, не то как к завтраку, приготовить краусаны. Краусаны, как они правильно называются, не знаю. Ну и для этого мне надо, значит, 140 грамм моцареллы я взяла. У кого микроволли есть, может микроволли ее растопить. Я ее буду растоплять на водяной бане. Ну вот так на водяной бане я, видите, там водичку налила. Вот и сюда я поставила свою чашку с этим, с моцареллой, с сыром. И сейчас мы при постоянном помешивании растопим вот этот сыр. Видите, там вода у меня начинает внизу закипать. Вот, видите, и сыр начинает уже подплавливаться. Вот, видите, уже начинает делаться тягучим, тягучим. И вот таким образом, очень просто, если у вас нет микроволли, то можно вот так растопить на водяной бане сыр. Значит, 40 грамм миндальной муки, 30 грамм кокосовой муки, и 1 чайная ложка у меня гуаркенмель называется. Это кс... Ой, господи, я напишу, как она называется. Короче, камедь по-русски называется. Ну, как правильно, я потом напишу. Значит, 1 столовая ложка разрыхлителя, 30 грамм сливочного масла, ну, и немного ванилину. Ну, и приступим. Сыр мой расплавился. Сейчас мы его переложим вот сюда. Будем замешивать тесто. Теперь мы сюда высыпем нашу... Это мука, миндальная мука. Кокосовая мука. Сода. Камедь... Сейчас скажу, как она. Гуаркенмель. Вот, гуаркенмель называется. Так. Так. И масло наше, 30. Ну, и ваниль потом маленько высыпем. Ну, и теперь будем замешивать тесто. Наверное, придётся рукой. Так. Будем вмешивать в наш сыр вот эту муку. Ну, вот, будем тесто наше замешивать. Ну, конечно, маленечко что-то туговатое такое получается. Ну, наверное, так и должно быть. Я сама делаю всё по рецепту. Ну, и посмотрим, что у нас. Крусант. Без сахара, без сего. Очень мало углеводов. Ну, в общем, я добавила ещё 10 грамм сливочного масла. Вот такое тесто у меня получилось. И сейчас будем формировать наши крусончики. Крусанчики ли. Так. Ну, я, в общем, в тесто добавила ещё одно яйцо. Ну, вот, теперь похоже на тесто. Сейчас будем раскатывать. Вот так. Вот. Так. И нам надо... Ну, короче, сама вместе с вами пробую всё это. Поэтому будем делать всё вместе. Всё-то у меня по рецепту получилось. Много теста. Там что-то меньше было. Ну, посмотрим. Вот так. Ну, вот тесто я раскатала наше. Сейчас мы его разрежем вот так на 4 части. Вот. И с каждой части мы сейчас будем делать один крусончик. Крусанчик. Так. Тесто. Где-то его разрезала. Тесто такое. Так. Вот. Вот такой треугольничек. Ну, и теперь мы его будем сворачивать. Сворачивать надо так тесто прижимать. Потому что тесто маленечко такое крошится. Ну, оно, наверное, должно быть такое, как... По вкусу, как у краусанов. Она же там тоже такое крошится. Вот. Вот так. Ну, и вот так. Вот. Вот такое у нас получается. Ну, и так мы сделаем все остальные. Еще один маленький. Ну, в общем, вот так. Вот такие они у меня получились. Все-таки я их слепила. Ну, вот так они у меня выглядят. Сейчас мы пойдем к духовке на 180 градусов 15 минут. Ну, а сколько на самом деле я буду выпекать, я потом напишу. Мои кровосанчики спеклись. Все нормально выглядит. Хорошо. Конечно, маленечко было тяжеловато с тестом у меня. Ну, я думаю, что я просто недорасплавила сыр моцареллу. И поэтому они у меня были маленечко... Было сложновато. Ну, в принципе, они получились красивые. Я уже попробовала. Вкусные. Ну, единственное, конечно, сюда можно сделать сахарную пудру. Сахарозамеритель из ретрита обсыпать. Или, когда тесто будете замешивать, можете добавить сахарозаменитель. Потому что маленечко не хватает сладости. А так они очень вкусные, приятные. Сейчас мы их выложим на наше блюдо. Вот. Такие они у нас получились. Все хорошо. Ну, и вот так. Ну, в общем, вот так. Смотрите, какие у нас красивые получились. Получились. Приятного аппетита вам и мне. Не забывайте подписываться. Ставьте лайки. Пока-пока. До встречи.